Привет, мои красотули! Сегодня мы с вами поговорим о парфюмчиках, которые я уже раз пробовала. Вот этот парфюм я купила, наверное, на самом начале весны примерно. Это кинзо. Покупала парфюм вслепую. Да, каюсь. Есть у меня такой грешок иногда покупать парфюмов вслепую. Но здесь, девчонки, я настолько угадала. Он настолько крутой, я просто в шоке. Про стойкость я вообще молчу. Он так долго держится, чуть ли не несколько суток на моей одежде. Оформление тоже такое интересное. Я знаю, их там есть много разных цветов. Но вот я вот этот взяла. Здесь вот, видите, написано кинзо. Девочки, это сладость. Очень ярко ощущаю ванильку. Кроме ванильки есть еще, мне кажется, ягодки какие-то вкусные. Это все вперемешку. Это так обалденно пахнет. Это так обалденно ощущается. Это вот на самом деле какой-то аромат. Не знаю, что ли, сладковосточный даже. Что-то восточное, чуть-чуть восточное мне напоминает. Чем-то, мне кажется, он похож на герлен, но не в плане прям ароматов. Но в плане, наверное, какой-то такой сладости и стойкости. Сам по себе он, конечно, шикарный. Он очень заметный. Это, мне кажется, аромат для уверенной в себе девушки. То есть не каждый сможет его выносить на себе. Из-за насыщенности, из-за сладости, из-за ванильки. Вот если ваниль любите, она здесь классно ощущается. Она такая кондитерская, вкусная, приятная. Очень мне нравится этот аромат. Я обожаю его носить. Что касается холодного времени года, это просто какая-то моя находка. Это какая-то моя любовь. Я его очень часто ношу. Девчонки, у меня столько парфюмов. У меня такой выбор парфюмов есть. Но я его ношу очень часто. Если любите сладкие, такие стойкие, насыщенные ароматы, может быть, даже слегка терпкие, я бы вам посоветовала обратить внимание на этот. Потому что он произвел какой-то фурор во мне. Если можно так сказать. На самом деле очень здорово пахнет. Кинзо Амур. Вот. Он называется Кинзо Амур. Читала отзывы перед покупкой этого парфюма. Многие писали, что классный, нравится и так далее. Там сладкий. По-разному описывали. У меня очень такие приятные с ним ассоциации. Приятные какие-то впечатления с ним. Я не знаю. Какая-то, знаете, красивая что ли осень. Вот если так рассказывать одну из ассоциаций. Вот даже весной я его начала использовать. Холодной весной. У меня сразу такая ассоциация. Красивая осень. Каблуки. Ухоженная красивая девушка. Пальто. И вот этот аромат. На самом деле, вот этот аромат. В общем, он для девушки, которая любит сладость. Вкусноту какую-то на себе. И любит, чтобы на нее обращали внимание даже при помощи парфюма. Очень вам советую этот ароматик. Следующая уже противоположность. Ну, как бы этому. Он очень легкий, цветочный, сладковатый. Локситан. Так вот называется. Да. Он уже, конечно, не такой стойкий. Давайте я вам покажу поближе этого красавца. Хорошо подошел мне на лето. Хорошо подошел на такой, знаете, теплую пору года. Он ненавязчивый, ненадоедливый. Но при этом сладкий. То есть, если вы ищете какие-то такие легкие ароматы, но сладкий. То есть, не любите акватику, да? Такую явную. И вот этот аромат вам понравится. Ну, и мне показалось, конечно, он не особо стойкий. Но я понимаю, почему он, кажется, не особо стойкий. Потому что он легкий, очень легкий. То есть, такой вообще ненавязчивый аромат. Вы не будете им никого душить. Он, мне кажется, понравится 98, наверное, процентам населения. То есть, он такой, знаете, коммерческий, мне кажется, все-таки аромат. Стоимость, конечно, у L'Occitane у ароматов очень высокая. Но, не знаю, все-таки этот аромат классный. Очень нежный, такой приятный. Такой для мечтательной нежной особы, для лета, для какого-то платьишка. Для, не знаю, незабываемого препровождения хорошего. Очень-очень мне понравился. Хороший такой. Я бы вам посоветовала его протестировать, если вы не пробовали. Смотрите, L'Occitane написано. Вроде бы, знаете, такая обычная, совсем обычная упаковка. Но она мне нравится. Ее приятно держать в руках. Он как-то запоминается, несмотря на свою легкость, ненавязчивость. Он запоминается. Он как-то вот откликается в моей душе вот какими-то просто приятными ощущениями. Такой вот хороший, хороший ароматик. Мне понравился. Следующий аромат я получила по обмену. В Беларуси с одной девушкой обменялась. Это письма... Подождите, как это все переводится? В общем-то, вроде как амурные письма, но что-то такое. Несколько есть ароматов. Я зеленый, слушала аромат. Такое же письмо, но зеленая версия. Он мне не понравился. Какой-то он неинтересный, терпкий, непонятный. Этот аромат, когда я только получила, заказывала его вслепую. Так вот выглядит флакон. Вообще, конечно, интересная задумка, правда? Что вот письма к любимому, ну что-то такое. Или любовные письма. Не помню уже, честно, перевод, точное название. Давайте вам покажу коробочку. Вообще классная, на самом деле, задумка. Тут вот, смотрите, в виде письма. Марка сзади вот так вот, в виде письмеца. И вот сам флакон. Флакон тоже очень красивый. Посмотрите, какая крышка. Какое уделено внимание разным деталям этого флакона. Мне нравится цвет, который содержится внутри. На флаконе также марка есть. Название им. Сколько тут миллилитров? А, 50 миллилитров. В общем, я сначала расстроилась. Я не знаю даже, что меня расстроило. Как-то он мне просто, в общем и целом, не понравился. Я поняла, что это не моё. Я думаю, вот почему она обменивалась. Но, девчонки, я не знаю, верить в это, не верить. Он постоял две недели. И я опять его нанесла. И я просто обалдела, насколько он стал совсем другим. Сейчас он такой, как-то сказать, тут какие-то цветочки. Сладость. Сладость такая, знаете, сахарная, я бы сказала. Сахарная сладость. И вот когда только вдыхаешь, ты чувствуешь вначале именно эту сахарную сладость. А потом уже вроде как цветочки, может быть, немножко каких-то ягодок, типа клюквочки. Ну, что-то такое. Но вначале прям сладость она бьёт в нос. И вот когда только я получила, только, да, начала наносить, я думаю, фу, какая-то сладость. Ничего интересного, ничего особенного. Что? К чему тут эти письма любимому, да? В общем, я расстроилась. Но сейчас по-другому звучит этот аромат. Он, в общем, я как его ощущаю сейчас? Я сейчас всё в целом ощущаю. Ягодки, сахарную вот эту сладость, цветочки. И всё это вместе. И всё это нежно. Не так сильно насыщено, как может показаться сначала. То есть всё-таки он не такой, конечно, нежный, как... Так, закрою. Не такой нежный, как лекситан. Не такой порхающий. Не такой вот освежающий. В общем, не такой совсем свежачок. Здесь другая немножко история. Но всё же это такая сладость вкусная, приятная. Мне нравится, девчонки. Мне нравится. Я в конце лета носила его летом. Даже в Беларуси носила. Уже потом, спустя несколько недель. Я думаю, боже мой, какой он классный. Мне нравится. Это мой аромат. Он на меня хорошо сел. Вот. И смотрите, кстати, с обратной стороны. Если перевернуть, видите, как марка выглядит. Не знаю. Я довольна, что он у меня очутился. То есть я даже не знала существования этой марки, пока девушка мне сама не написала. Говорит, давай поменяемся. Я такая почитала отзывы, посмотрела пирамиду. А давай. И вот мы с ней поменялись. И вот получилось так, что... Ну вот. Нравится мне, девчонки, нравится. Ещё один аромат. Это... Ямамото. Да, это, по-моему, японский аромат. Смотрите, коробочка вот так вот выглядит. В Финляндии я не находила таких. А в Беларуси есть на сайтах. Продаются и в таком объёме 10 мл, как у меня, и больше. И они стоят недёшево, кстати. Давайте покажу вам ручку, которая здесь была внутри. Это 10 мл. Смотрите, как она выглядит. Вот. Красота. Да и только. Вот это уже такая нежнятинка. Тут ничего особо явно не ощущаешь. Просто какая-то сладость нежная, лёгкая, такая ненавязчивая, ненапрягающая. Такая просто вот нежненький-нежненький парфюмчик. Я бы сказала, с большей степенем такой ни о чём, что ли. Такой аромат, который будет уважать твоих там собеседников, друзей, которые, да, рядом с тобой находятся. Никого душить не будет, но и особо, наверное, он будет заметный. То есть вот какие-то такие у меня ощущения, но при этом он мне очень нравится. Вот прям очень. И учитывая, что это ручка, можно в какую-то дорогу, да, куда-то брать. Ну, классно. Я не знаю, девчонки, мне прям нравится. То есть такой незатейливый. Наверное, всё-таки он такой очень воспитанный, я бы сказала, да. Вот если брать японскую там культуру. То есть он такой невызывающий, воспитанный, спокойный, уважительный. Очень хороший парфюмчик, я прям полюбила его. Я так посмотрела сейчас, если у меня там ещё что-то нет. На сегодня я вам приготовила только 4 парфюма. Пишите обязательно свои отзывы на них. Мои впечатления отзывы вы знаете. Я была очень рада с вами повидаться. Ставьте лайк этому ролику. Подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны, потому что впереди ждёт очень много интересных видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok